приветище это light year frontier и мы продолжаем как ты видишь у меня уже новенькие ручечки из набора лес также ноги рыцаря и пузо щите в общем немножечко модифицировал своего ферм меха теперь он выглядит вот таким вот образом и еще у меня небольшие изменения на ферме дело в том что в прошлой серии мы не могли взять задание у ульфа оказалось что это был баг игры так как игра в раннем доступе она еще сыренькая и мне пришлось заново проходить игру и о чудо все заработало ульф все-таки дал мне на радиовышке задания целых три штуки собрать алую капусту семена алой капусты и 4 синих цветка и вот сегодня мы будем заниматься этими заданиями и конечно же другими важными делами у меня есть небольшие изменения на ферме я попытался максимально все сделать так как было в прошлых сохранениях и ты можешь видеть разницу лесок у меня остался я его сделал такого немножко кривовато так вот по дуге идет тут леска у меня уже нету четыре навеса вместо трех два слева два справа пять маленьких грядок и две больших все остальное в принципе попытался восстановить так же как было поэтому разница тут минимально сейчас же предлагаю взять четыре синих цветка которые я уже собрал все остальные ингредиенты для ульфа у меня уже тоже есть так что идем к радиовышке получать бабочки ох ты блин нифига себе я тут постоянно шастала не замечал эту пещеру или замечал но в прошлый раз а в этот раз я что-то ее и не защищал нет что я не помню чтоб я тут был особенно вот это местечко смотри тайная с окаменелым жуком блин а он прикольно этот жучок то интересный такой на навозного похож дед ульф я притащил все что нужно а мне уже и другие задания приготовил значит вот чернильные напасти четыре синих красилька держите большое спасибо из них получится прекрасно чернила вот вам 800 баксов благодарю хруст алой капусты 25 капусточек ему притащил и получу 5000 баксов за это доставка подтверждена перевожу оплату а причем это не ульфу а лоли я принес поэтому она мне платит 5000 и сад и зала капусты это тоже вроде бы как лоли это же лола значит это девчули нужно было 25 семян алой капусты и она мне дает за это всего лишь 50 долларов как-то это слишком дешево не кажется спасибо она вас всегда можно положиться в общем я все задания сдал можно взять уже другие тайны марк корня это задание для ульфа я пытаюсь провести эксперимент с целью изучения туннелирующих свойств марк корня не могли бы вы отправить не опять клубни да не проблема возьмем задание хрустала капуста снова только уже 10 штук надо я могу сразу же сделать это задание обалденно берем и сдаем и поход за шоковником а не задали задание взять день 19 до в прошлые разы там уже был у меня день 28 так получается это новый день и новые задания мне притащили да о да тогда я сдаю хрусталой капусты пожалуйста не могу еще не взять отсюда еще что-нибудь цветок 5 штук цветок обладает восхитительными билиминесцентными свойствами если вас не затруднит пришлите мне один экземпляр один экземпляр а нужно 5 штук не фигасе пшеница значит всему голова о 10 тысяч он просит за 150 единиц пшеницы надо взять кукуруза 20000 мне заплатит она точнее заплатит если принесу 50 початков хромоиса то есть кукурузы он возьмем это задание и чё пойдем выполнять у меня карманы набиты бабками можно сейчас и с торгашом поторговаться чем там прикупить интересное а когда у меня еще перегрузки пусть всего полезного тут собрал какой прекрасный день сегодня перепрыгнуть этот не смогу перегруз все-таки будем падать сколько у меня всего интересного позрела и петухи конечно по грядкам там шахма нет не по грядкам рядышком это убираем грядки я тут тоже все эти сейчас уберу мелкие и построить здоровые значит для дальнейшего улучшения скорости бега нашего меха мне понадобится масло маркорня в большом количестве так что его производим дальше нам понадобится медной проволоки их я тоже сейчас сделаю там четыре штуки нам нужно вот так вот я кажется маловато сделал мне надо их вообще пять штук делаем еще все 5 медных проволокой 36 единиц масла маркорня у меня тут кстати в запасе что-то было до 11 единиц маркорня получается нужно еще 25 посмотрим погодку на завтра сегодня у нас 19 день завтра 20 ветрено 21 на нас будут семена сорняков нападать день 20 маркорень позрел мне показалось или бутылки с маслом летели куда-то мимо меня они в меня пропугать столько масла маркорня но все получается что маленькие грядочки у нас все выросли мы все с них сапанит не все выросли зараза вот эту часть я видимо не палил ну и фиг с ним ради одной ждать я не буду и строим огроменный теперь взамен маленьких но вот в принципе все восстановил как было ранее остается теперь грядочки только засадить лолочка у меня к тебе спецзаказ не нужно купить у тебя приличное количество семечек хромоиса потому что если принесу 50 початков блин дорого выходит ну ладно побольше возьмем тогда давай на все короче покупает 2700 за семена кукурузы я потратил но это оправдает себя потому что за задание я получу 20000 остается только эту кукурузу вырастить блин засаживаем кукурузу на все что есть помимо этого нам еще нужно пшеницу засадить потому что за нее тоже там блин нам пшеница надо 150 единиц это капец как много я там сколько то есть надо посмотреть сколько и сюда еще хромоисер засадим где-то мои семена пшеницы надо пшеницы посадили а пшеница то у меня вообще прям нету вот это попадался надо было еще пшеницу купить остается все эти грядочки полить но прежде надо улучшить нашего меха наконец-то я все 40 до все хвата а медную проволоку еще взять и улучшаем нашу скорость бега я буду бегать еще быстрее чем раньше где там где там где там это улучшал кого-то на ура 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 ну-ка проверим ну наверное про ускорение речь идет да о заметно шустрее я стал бегать прямо конкретно я тебе хочу сказать как тормозить то мелкий поки было бы прикольно если бы наш мех левой или правой ногой вперед тормозил как на льду знаешь так или как лыжники тормозят ну бочком чтобы вся земля вздобивалась и куча пыли было вокруг так у меня аж тут еще для робота есть несколько модификаций вот например лобовое стекло лес хочу поставить у меня сейчас слабое стекло рыцарь стоит но пора его уже поменять и двигатель экзоскелет полиция поставим на сейчас вот такой вот у меня лобовое не знаю показывал я или нет его от первого лица ну вот мы его теперь демонтируем двигатель тоже демонтируем с этим щитом рейнджерский ставим о вот это другое дело вот это мне больше нравится и лобовое стекло покрытое растениями смотрим но но конечно от первого лица будет мешать вот это вот растительность всякая там но в последнее время я играю больше от третьего лица и смотрим что нам нужно для того чтобы построить огроменный коттедж твердый древесина 25 глина 12 железная рама 4 прозрачное стекло 4 надо создать миссию чтобы она у меня висела также у нас открылась доска поручений я так полагаю что это то же самое что и радиовышка только у нас дома потом ящик для компоста обязательно надо сделать потому что у меня растительности ну травы всякой не нужны дофига и в компост и и отправлять будет самое то берем значит масло шоковника для компоста и древесину древесина у нас тут в большом количестве вот компост 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 где же мы тебя разместим наверное где-то тут я бы вообще его вот посередине где-нибудь с грядками поставил было бы неплохо а еще и значит вспомнил у меня что-то факела были освещение какой-никакой территории было но об этом позже начале компост звучит как компот ящик для компоста все теперь сюда я буду складировать траву который у меня просто немереное количество вот у меня тут 70 и вот 322 но куда это годится вообще столько травы то это в компост а в смысле всего 10 единиц берется болин мне надо компост тогда побольше давай еще ящик с компостом о каком воняет а ужас ужас ну правильно там все перегнивает вот я думал можно будет за раз побольше все это перерабатывать но не все по десяточке ладно пусть будет так а я ложусь спать день 21 о сколько удобрения это высыпалось сорняки сорняки пошли надо отстреливаться начали надо воду набрать хотя не сорняки можно же пылесосом точно пылесосом он они полетели засранцы ловим 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 атака а за год вас засасываем пылесосиком главное чтоб на грядки не упали а то они все попортят мне весь мой урожай ой 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 вода включилась есть сорняками разобрались теперь надо разобраться с удобрением весь прикол что у меня его как бы в наличии тайне то куда она все делась где удобрение а вот вместо воды удобрения нашел шел нашел нашел ух она как поливается как вода оказывается вот таким вот образом только непонятно что-то как-то что-то как-то не поливается есть у меня одно предположение что скорее всего удобрением нужно во время посадки заливать разбираемся с доской поручения нужны алюминиевые микросхемы а мы теперь научились аккумуляторы создавать то есть обычной батареечки доска поручений может быть создана где мы ее сделаем нового тут вот прямо так вот тут и поставим хотя может быть и здесь тут отличное местечко для нее готова проверяем ну вот ну вот теперь даже ходить туда не надо я уже могу сдать задание smart корнем сдаем его дальше что можем еще семеналы капусты неинтересно прозрачная линза две штуки за 440 что-то как-то дешево цветок что за цветок надо посмотреть умели я его вообще делать что это такое тут ничего нету такого тут подавно не будет может в печке чё-то это как стекло да не нифига брусок железа надо переплавить я про железо совсем забыл в нашей плавильни же еще и можно стекло прозрачное сделать поскольку железо плавится долго я так предполагаю что нужно делать две плавильни бегу добывать камень в большом количестве так как его нужно растолочить сделать из него глину и потом уже печку так 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 у нас тут уже слиток железо создан был и он позволил нам открыть амбар ну наконец-то мы железных слитка и 30 мягкой древесины надо бы его построить тоже а еще у нас открылся вот что небольшой навес смысле небольшой это это больше похоже на шкафчик какой-то написано что можно хранить среднее количество ресурсов в нем в принципе что правда чё же кстати силосную башню надо поставить помимо всего этого у нас появились железные шахматы и железные солнечные часы кстати если они будут работать то это будет офигенно и вот такая арка для ранчо которую я хотел бы поставить вот вот где-нибудь вот тут вот вот так вот будет офигенно смотреться это вход в мой дом и тут вот блин нет ли вот здесь вот надо подожди это же вход на ранчо соответственно было бы круто вот тут вот поставить все это дело но тогда придется метеостанцию перенести ладно изначально яркую хотел тут поэтому поровнее сделаю вот пусть она будет тут единственное что нужно твердая древесина для этой арки поэтому идем пилить огромные столетние деревья естественно я потом выращу новые мне же кстати твердая древесина еще для коттеджи нужно поэтому придется по ходу очень много рубить но вот наконец-то готово может у даже что-то написать и по ранчо бэкста подтвердить офигенно а пупенна единственное знаешь что наверное я поторопился с аркой поскольку мы же будем коттедж строить и скорее всего мне придется все это переделывать сейчас я подсветочку включу и вот так вот пролечусь красивенько у меня еще тут несколько слитков появилась а это значит что мы можем позволить себе железные рамки делаем на все три железных рамки нам еще одна нужна еще одну пожалуйста и можно уже прозрачное стекло начинать готовить блин вот это беда я теперь тут проходить не могу вот это я тут понастроил день 22 так у меня тут удобрение опять появилась надо его собрать удобрение короче раз в день с компоста вываливается что там у нас по заданиям на сегодня есть что-нибудь интересное резинка 40 штук и 4000 конечно можно взять резинка 10 за тысячу красный кристалл три штуки за 300 но извините больше я взять не могу резинки у меня кстати кстати она у меня уже собрана по моему вот 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 в этих ящиках дай ка посмотрю вот и над все 14 не густо прыжок через препятствия а чёрт спортсмен из меня никудышней а вот и стеклышка у нас появилась можно теперь делать бутылки и линзы так нам остается получить еще три стекла и можно строить коттедж совсем чуть-чуть осталось а я а я предлагаю построить еще одну грядку и посадить на ней резинки так посмотрим как мы тут можем грамотно разместись чтобы там можно было бы пройти я думаю что вот так и еще одну грядочку вот тут вот вот это строим блин конечно прямо к дому это не очень круто слишком близко мне кажется ну ладно я потом перестрою все равно коттедж надо строить где там у меня семена резинки двадцать две единицы маловато будет скажу еще вам тут пособираю в поле но торговец полетел домой не но аллейка тут конечно зачетная получилось мне она безумно нравится высаживаю теперь тут резиночку и сейчас попробую на ней удобрение поскольку я только ее засадил может все таки получится удобрить ее это же по идее ускорит процесс роста берем значит наше удобрение и смотрим вот только посадил и сразу удобряй и тогда все вырастет у тебя жак что удобрение маловато да надо было не торопиться и вот это вот посадить завтра потому что завтра у меня компосты будут готовы с удобрением но чё поделать остается только это все дело теперь целить водой и посмотрим как быстро это будет расти с удобрением теперь скоро уже и ночка спать пора как дела у нас со стеклом я вижу там несколько уже валяется пять штук у как много но все выходит нужно только глина и твердая древесина где у нас глина куда я сунул глину я же и на грядке потратил елки-палки нужно новую глину делать производим глину большом количестве все есть и древесина осталось прыжок я перескочил наконец-то через эту преграду понастроил тут на свою голову теперь мучаюсь твердая древесина ну вот в принципе и все коттедж можно строить только надо понять где выбрать местечко вообще но в принципе он не такой большой поэтому я бы если честно чуть-чуть бы его подальше по и забор бы чуть подальше построил коттеджик бы я бы поставил примерно где-то вот тут вот а это значит что все вот это придется сейчас разбирать х так не хочется этим сейчас заниматься тут же еще придется ящики вот эти все переносить со всеми ресурсами это так геморрно в общем это я предлагаю ставить на следующую серию а мы отправляемся спать и посмотрим что у нас с грядками будет день 23 да блин я думал что сейчас уже позреет типа через день но нет вот тут смотри резинку которую мы не удобряли а тут которую удобряли тут прямо написано что она удобрена а тут нет и как бы получается что если удобрение не на рост влияет то влияет на количество потому что другого объяснения в удобрении у меня нет у нас кукуруза позрела а это значит что мы будем делать бабки собираем ее и продаем правда 20 тысяч баксов я щас получу так это у меня одна кукурузина тут не поспела зараза ну давай чуть-чуть не запылесосе это пылесос подыхает походу на 1 покупать удобрение конечно же надо забрать надеюсь что это все таки очень важная вещичка в нашем фермерстве продаем всю кукурузу 20 тысяч долларов я богат остается теперь с пшеницей разобраться что еще по заданиям есть у нас тут все яблоко у меня тут все яблоки заказали поможете я еще не умею делать яблоки устрица обитает ли на вашей планете устрицы их естественная система фильтрации здорово помогла бы в моих исследованиях кстати я находил устриц раковин находил и устриц по моему находил если найду то принесу хруст алой капусты о я луко пустая только что собрал у меня 20 а нужно 25 у меня 24 берем от это задание сейчас еще 5000 баксов поднимем обалдеть за за денек ты сегодня вот алая капуста у меня в загашнике было можно идти продавать держите спасибо а я пошел поторгую только что лоли продал алую капусту и иду с ней торговать вот это прикол так что у вас тут есть значит пара рук экзоскелет я уже покупал по скидке вроде бы они у меня есть малая лампа кстати годная штука детали для робота надо короче сейчас посмотреть еще покупал я действительно руки или нет по чертежам тут по скидке еще нету а деньги я забыл посмотреть на деньги у меня реально столько бабла елки-палки 28 тысяч баксов куда мне их солить что ли смотрим что у меня тут по экзо руки есть у нас да вот экзо скелет можно поставить в принципе еще рыцарские руки есть но так погоди вот эти экзо руки я их видел а вот рыцарские руки я не видел давай рыцарские поставим вот эти лесные снимаем блин я не понимаю почему весны и дорогие такие они же выглядят у бога как будто смастерил из того что было палочка говна ну слушай вот вот в принципе рыцарь мой и готов только вот эту часть еще на щит поменять и в принципе все а и лобовое стекло ну как все скажешь мне на самом деле больше рейнджер нравится он мне напоминает вояк из старкрафта поэтому я буду всего рейнджера собирать ну что я думаю что на сегодня это все к сожалению с удобрениями мы так и не разобрались но разберемся в следующей серии это точно нам просто нужен еще один денек чтобы все проросло поэтому если ты хочешь увидеть дальнейшие ролики по этой игре то обязательно поставь лайк этому ролику и подпишись если ты еще не подписан чтобы не пропустить следующих видео на которых мы с тобой и увидимся так что до встречи